Работа организма немыслима без его основной транспортной магистрали кровеносной системы. Через кровь человек получает питательные вещества и кислород, поэтому любая патология крови является опасной для организма человека. Здравствуйте! Сегодня в программе «Тело человека» мы будем говорить об анемии. Что это такое? Чем это опасно для человека? И как лечиться? Ответы на эти и многие другие вопросы через несколько минут. Итак, что же такое анемия простыми словами? Название этой болезни происходит от двух древнегреческих слов. Приставки «ан», обозначающие отрицание, и «эйма» – кровь. Иногда это состояние медицина называет малокровием. Известно, что в организме каждого взрослого человека находится около пяти литров крови. В своей основе кровь – это вода с растворенными в ней солями, но самый важный ее компонент – клетки, которые там циркулируют. Эти клетки образуются в костном мозге, и их значение трудно переоценить. Одни – эритроциты. Переносят кислород от легких ко всем тканям нашего организма, участвуя тем самым в дыхании. Именно они окрашивают кровь в красный цвет. Другие – лейкоциты. Защищают нас от микробов и вирусов. Наконец, третий – тромбоциты. Останавливают кровотечение, когда мы поранились. Если каких-то клеток становится слишком мало или они перестают выполнять свою функцию, наше здоровье страдает. Развитие анемии связано именно с нехваткой одних таких клеток – эритроцитов. Впрочем, порой число эритроцитов может оставаться прежним, но снижается количество их главного компонента – белка гемоглобина, который и переносит кислород. В результате эритроциты становятся неполноценными, и их функция страдает, даже если количество эритроцитов не меняется. Таким образом, мы знаем, что такое анемия. Это состояние, которое возникает при уменьшении числа эритроцитов в крови или содержащегося в них гемоглобина. Сейчас время представить наших сегодняшних гостей. Сегодня о проблемах анемии мы будем говорить с врачом-гематологом, заведующим гематологическим отделением для детей Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека, кандидатом медицинских наук Ириной Порфирьевной-Ромашевской. Здравствуйте. Здравствуйте. А помогать нам будут двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Мария Шафорост и Максим Кухарев. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ребята, традиционно мы начинаем нашу передачу с вопроса для вас. Он уже готов. Внимание на экран. Японцы считают, что группа крови сильно влияет на характер человека. Они придают этому настолько большое значение, что даже могут отказать вам в приеме на работу только из-за того, что у вас не та группа крови. А вот какие качества приписывают японцы группам крови и насколько такое распределение оправдано с медицинской точки зрения? Это «Вопрос для вас». Ребят, вопрос для вас уже прозвучал. Вы готовите на него ответ и можете воспользоваться планшетами. А мы пока начнем наш разговор. Ирина Порфирьевна, давайте мы определимся сразу с терминологией. Аномия – самостоятельное заболевание или это как отдельный симптом при других болезнях? Как здесь все-таки правильно? Аномия может быть симптомом различных заболеваний. И вместе с тем существует множество анемий как самостоятельных, достаточно тяжелых заболеваний порою. С симптомами анемии могут сопровождаться такие заболевания, как и острые вирусные инфекции, тяжелое течение, другие инфекционные проблемы, онкологические заболевания, многие хронические заболевания, например, ревматоидные болезни. К группам отдельных заболеваний, как анемия, относятся дефицитные анемии, это и железодефицитная анемия, фолиевая B12-дефицитная анемия и другие. Большая группа гемолитических анемий, в группу которых входят и наследственные гемолитические анемии, и приобретенные гемолитические анемии. Это группа достаточно тяжелых заболеваний, диагностика которых сложна, и лечение достаточно сложное. Большая группа апластических анемий, это тоже очень тяжелые заболевания порою, и требует больших усилий в плане диагностики и терапии. То есть группа анемий, это, или анемия, это группа, большая группа заболеваний самостоятельных. Ирина Порфирио, ну традиционно, что усталость крови, говорили раньше про анемию. Да, это как один из симптомов анемии, но, наверное, не единственный. Какие еще жалобы предъявляют ваши пациенты с анемией? Симптомов анемия достаточно много. Ну, прежде всего, это слабость, повышенная утомляемость. Пациенты часто жалуются на повышенную сонливость, снижение аппетита. Кроме этого, отмечается довольно часто учащенное сердцебиение, одышка, особенно при физической нагрузке. Это те первые симптомы, которые могут быть выявлены в случае наличия анемии в организме. Конечно, есть определенные клинические проявления. Это то, что уже видит врач, когда осматривает пациента. Повторюсь, это может быть, это чаще всего бледность кожи, видимых слизистых, сухость кожи, нарушение со стороны здоровья волос, со стороны ногтей определенные виды изменения происходят. При осмотре врач может достаточно часто определить пониженное артериальное давление, тахикардию или учащенное сердцебиение, одышку. И сопоставив все это с анализами крови, доктор выставляет диагноз анемия. Самый распространенный вид анемии, наверное, это железодефицитная анемия. Железо очень важно для такого компонента крови, как гемоглобин. Почему же этот дефицит железа возникает у людей? Дефицит железа в организме человека возникает достаточно часто. Железо поступает в организм только с продуктами питания. Сам организм не вырабатывает этот микроэлемент. Из продуктов питания может всасываться лишь определенное количество железа. И много причин внутренних требует повышенного содержания поступления в организм железа. Это и заболевания различные, особенно инфекционные, когда идет железоперераспределение. И таким образом постепенно возникает дефицит железа в организме. Это и другие причины. Например, что касается детей. Как мы, медики, говорим, антинатальные причины возникновения анемии. Это причины, которые исходят от мамы. То есть еще до рождения. До рождения. Если у беременной женщины отмечается анемия, то вероятность возникновения анемии у этого ребенка, она многократно возрастает по сравнению с женщиной, у которой нормальный уровень эритроцитов и гемоглобина в крови во время беременности. Кроме этого, анемия способствует и какие-то патологические состояния во время родов. Как мы, медики, говорим, это интранатальные причины развития. Это и, скажем так, не совсем стандартное течение родов, когда возникают какие-то кровотечения, в общем-то, какие-то проблемы у плода. Например, внутриутробная инфекция может способствовать развитию анемии. После рождения дефицит железа или анемический синдром может поддерживаться за счет тоже каких-то проблем, которые есть у малыша. И следует помнить, что в раннем детском возрасте это отмечается наиболее интенсивный рост развития ребенка. И именно в этот промежуток времени ребенок нуждается в достаточном количестве поступления железа с питанием. Последние десятилетия государство уделяет этому большое внимание на прилавках магазинов, в аптечных сетях, большое количество детского питания, обогащенного железом, витаминами, другими микроэлементами. И это способствует тому, что в Республике Беларусь не отмечается роста числа анемий среди детей. Хотя проблема железодефицитной анемии все равно имеется на сегодняшний день. Следует помнить о том, что дети, которые занимаются спортом, они нуждаются, скажем, в большем поступлении железа и других микроорганизмов в организм, микроэлементов. Кроме этого, мы должны помнить, что у девочек, подростков физиологические потери крови происходят. Это тоже способствует при неполноценном питании развитию анемии. То есть причин для железодефицита у человека достаточно много, особенно в детском возрасте. Елена Парфирьевна, я хочу сейчас предложить послушать ответы наших ребят. Ребят, я напомню вам, вопрос был про группы крови. И действительно ли человек с определенной группой крови не может в Японии устроиться на работу? Кто будет отвечать? Я. Да, пожалуйста, Марина. В зависимости от группы крови люди делятся на четыре вида. То есть они делятся на охотников, это первая группа крови, земледельцы, это вторая группа крови, третья группа – это кочевники, и четвертая группа – это загадка. Первая группа – это прирожденные лидеры, вторая группа – это рассудительные, очень умные люди, вторая группа – это, третья группа – это очень творческие люди, они обладают большой фантазией, но при этом они очень склонны не выдерживать стресс, то есть эмоциональные, лоббины. И четвертая группа – ей приписывают двойственную туру, то есть у них могут быть такие четы, как и у людей с второй и третьей группой крови. Это научно не доказано, с медицинской точки зрения это неверно, но доказано то, что определенная группа крови страдает определенными заболеваниями, то есть есть предрасположенность к каким-то заболеваниям. Первая группа крови, она очень чувствительна к холере, она чувствительна к язвам, хеликобактер пилори, но при этом она меньше чувствительна к старческом возрасте, меньше риск заболеть слабоумием, то есть деменцией, и любыми слежно-сосудистыми заболеваниями, в том числе и инсульт. Вторая группа крови, у них повышен риск заболеть именно онкологическими заболеваниями, в частности такими, как рак желудка. Третья группа крови, как и четвертая, они связаны с риском возникновения рака яичников у женщин и рака поджелудочный, то есть эти два заболевания объединяют эти две группы крови. Но при этом есть низкая вероятность того, что вы заболеете раком кожи у третьей группы. У четвертой группы, в отличие от первой, как я сказала, очень большая вероятность того, что развьется деменция и серьезно-сосудистые заболевания. Маша, хорошо, очень полный ответ. Вопрос второй уже готов, поэтому внимание на экран. В историю науки и медицины имя Феликса Белоярцева вписано золотыми буквами. Он стал доктором наук в 34 года. Специально под него была создана лаборатория медицинской биофизики. Весной 1985 года его открытие было выдвинуто на соискание государственной премии СССР. Хотя история этого ученого закончилась достаточно трагично, свой неизгладимый след в истории медицины он оставил. Расскажите, о каком открытии идет речь? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ребят, прозвучал для вас второй вопрос. Можете покопаться немножко в истории, вспомнить, что вы об этом знаете. А мы пока продолжим наш разговор. Ирина Порфирьевна, какие современные методы диагностики анемии сегодня существуют? И может ли врач при проведении профилактического осмотра, диспансеризации заподозрить у пациента анемию? Это очень хороший вопрос, Татьяна Николаевна. И сразу отвечу на вторую часть вопроса. Что при профилактическом осмотре и при диспансерном наблюдении вероятность обнаружения анемии очень высока, практически 100%. И это очень важно. Помнить каждому человеку и проходить профилактические осмотры и вовремя диагностировать у себя анемию. Да, помнить о диспансеризации. Тем более сейчас этому большое внимание уделяется на государственном уровне. И даже в любой поликлинике существуют современные методы диагностики анемии. В этом отношении нам помогают очень гематологические и биохимические анализаторы. Врач назначает ребенку, взрослому пациенту общий анализ крови и биохимический анализ крови. И в общем анализе крови, особенно анализ, который получен с гематологического анализатора, дает очень большую информацию врачу. Врач может в течение суток, в течение одного дня у пациента диагностировать анемию. А биохимический анализ, такие показатели, как сывороточное железо, помогают также дифференцировать эту анемию. Помогают выставить диагноз или отвергнуть диагноз железодефицитной анемии. Дело диагностики анемии – это несложно. Другой вопрос – разобраться, какой вид анемии. Но мы помним, что 90% всех анемий составляют железодефицитной анемии. И, собственно, доктор может ошибиться только в одном случае из десяти, если всем будет выставлять железодефицитную анемию. Понятно. Ну, это, конечно, шутка. Если участковому врачу не совсем понятен характер анемии, или при назначении лечения не получено ожидаемого положительного эффекта, такие пациенты участковым врачом направляются на консультацию гематологу. В Гомельской области прием гематолога и детского, и взрослого гематолога осуществляется на базе нашего центра. Ирина Парфюрина, мы уже частично коснулись продуктов, их пользы, содержания железа. Известно, что в мясе, в печени, в листовых овощах, а также бобовые, даже цельнозерновой хлеб содержит достаточно высокое содержание железа. Но можно ли вот только корректировкой питания вылечить анемию? Ну, вы знаете, в медицине, в гематологии существует постулат, признанный во всем мире. Только продуктами питания, усиленным питанием, невозможно вылечить железодефицитную анемию. Конечно. Для лечения железодефицитных анемий существует большое количество препаратов железа. И эти препараты железа назначаются участковым педиатром, участковым терапевтом, врачами-гематологами. А то, что полноценное питание с включением в свой рацион и мясных продуктов, овощей, фруктов, рыбных продуктов, необходимо? Да, это необходимость, это профилактика, скажем, это наша насущная ежедневная потребность для полноценной работы организма, в том числе и системы крови. Но вылечить продуктами питания анемию невозможно. Ну, а чем же опасно, если все-таки анемию не лечить, если игнорировать все ее симптомы? Какие осложнения могут быть? Ну, собственно, это даже будут не столько осложнения, как усугубляющиеся проявления анемии. Очень опасно это, конечно, для детей раннего возраста. Дети в случае анемии, особенно анемии, средней степени тяжести, тяжелой степени, отстают в психоэмоциональном развитии, отстают в физическом развитии. Ближе к пубертатному возрасту дети могут отставать и в половом развитии. У взрослого населения, у лиц, скажем, взрослых в случае анемии снижается работоспособность. Человек не может вести полноценную, активную жизнь. И, конечно, страдают все сферы его деятельности. То есть, чтобы ребенок развивался полноценно, чтобы взрослые вели активный, здоровый образ жизни, конечно, должны быть нормальные показатели крови, в том числе показатели красной крови. И уровень эритроцитов, и уровень гемоглобина. Это необходимо. Ирина Парфирьевна, давайте послушаем ответ ребят на второй вопрос. И он был об одном известном ученом. Кто будет отвечать? Я отвечу на этот вопрос. Феликс Андреевич Белоярцев был советским врачом-анестезиологом и фармакологом. Он был автором идеи и организатором создания первого синтетического газотранспортного кровезаменителя, который получил название перфтеран. В СМИ данный препарат более известен как голубая кровь, так как данная эмульсия действительно имеет бело-голубой цвет. Лечебные свойства данного препарата, как антиепексанта, иммуномодулятора и средства, стимулирующие естественную детоксикацию, определяются несколькими эффектами. Данный препарат облегчает доставку кислорода из оливиол к эритроцитам и от них к тканям. Также он нормализует микроциркуляцию, восстанавливает центральную гемодинамику, обладает кардиопротекторными свойствами, иммуномодулирующими, способствует детоксикационной способности печени. Так как в эмульсии частицы имеют малый размер, почти в 50 раз меньше, чем эритроцит, они способны даже проходить через пазмированные сосуды. Долгое время данный препарат испытывался только на лабораторных животных, но как-то раз Белоярцеву сообщили из Москвы о том, что к ним в больницу поступила девочка с множественными травмами. Состояние девочки было очень тяжелое, и было принято решение воспользоваться данным препаратом, который ранее не испытывался на людях. Применение препарата позволило спасти девочке жизнь. Ирина Парфирьевна, ну а что все-таки на самом деле? Ведь голубую кровь не используем мы как врачи. Что используют врачи для лечения тяжелых случаев кровопотери, анемии тяжелой? В случаях анемии тяжелой степени при декомпенсации функций организма в настоящее время могут быть использованы только компоненты крови. Что касается анемии тяжелой степени, используется переливание отмытых эритроцитов, эритроцитарной массы. И это хорошие, качественные препараты. При заготовке этих препаратов от доноров используется высокотехнологичное оборудование, где проводится очень высокая степень очистки происходит, где проводится вирус инактивация, и эти препараты крови, эти компоненты крови, правильно говорить, они имеют право на жизнь и широко используются в практическом здравоохранении. Только таким образом можно компенсировать анемию тяжелой степени. Это согласно всем протоколам Минздрава Республики Беларусь. Сегодня в программе мы ввели разговор об анемиях с врачом-гематологом, кандидатом медицинских наук Ромашевской Ириной Порферьевной. И двое студентов Гомельского медицинского университета в этом нам помогали. Это Мария Шафорост и Максим Ухарев. До новых встреч! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!